привет меня зовут дмитрий код в этом видео мы разберемся как же повысить эффективность ваших продающих писем готовы поехали пара слов обо мне как уже представился меня зовут дмитрий код я директор агентства убедительный маркетинг более 10 лет мы создаем тексты коммерческие предложения рекламные концепции все все что так или иначе транслирует продающую информацию клиента ну то есть повышаем эффективность маркетинга повышаем продажи мы сотрудничаем с разными компаниями с большими с маленькими с разных рынков с разных стран и поэтому опыт богатый им я с вами и поделюсь я автор ряда книг в которых делюсь приемами советами о создании продающих текстов и продающей рекламы первая из них эта книга моя копирайтинг как не съесть собаку она для тех читателей которые только начинают свой путь создание продающих текстов там весело увлекательно с историями жизни подается подаются разные принципы создания продающих текстов есть книга email маркетинг исчерпывающих руководств о том как выстраивать взаимоотношения с клиентами через электронную почту затем была книга продающие тексты модель для сборки она уже ориентирована на чуть более опытного читателя у которого есть набор приемов нужны как-то структурировать вот там данные схемы чтобы разложить все по полочкам и книга апперкот конкурентам выгоды клиентам о том как раскрывать свои убедительные преимущества как отстраиваться конкурентов как показывать что ваше предложение лучше ну перейдем к нашей задаче и так давайте представим что вы владелец интернет-магазина интернет-магазина пушистик у вас есть база клиентов которые что-то уже покупали у вас и вы решили сделать до продажу письма то есть выслать еще одно какое-то письмо в котором хотите предложить вашим покупателям докупить что-то еще давайте для простоты до чистоты эксперимента представим что у вас сегмент клиентов это владельцы котов кошек и вы решаете до продать им некий корм вам пришла новая партия и решили об этом написать письмо вот сейчас мы разберем как же это письмо написать и сделать его максимально эффективным по традиции рядом со мной висит план нашего сегодняшнего занятина то есть такие опорные точки которые вам помогут разложить все по палочкам и так для того чтобы ваше письмо работало максимально хорошо необходимо учитывать следующие факторы успеха необходимо объяснить клиенту почему он получил письмо необходимо объяснить клиенту зачем ему это то что вы ему предлагаете но в нашем случае корм на это может быть все что угодно затем отлично работать если вы добавите ваше предложение какое-то ограничение и объясните его причину затем после того как вы написали письмо вы пишете заголовок только так не наоборот тогда он получится классным и прочитайте проверьте свой текст на человеческий стиль то есть пишите его как другу пишите как вашему хорошему приятелю тогда текст получится искренне когда он получится теплым душевным такие тексты люди реагируют гораздо лучше и смотреть сюда вот здесь план письма указан то есть письмо здорово чтобы она уложилась но в три абзаца максимум если это будет четыре либо пять абзацев то хорошо чтобы они были короткими то есть большим считается абзац четыре строчки три две строчки получше поэтому вот ориентируйтесь да на этот объем у нас в любом электронном письме есть приветствие есть в нашем случае это почему он человек получил это письмо то самое что предлагаете акция прощали теперь несколько таких ключевых моментов наверх приветствие нам в письме нужно для того чтобы упомянуть имя человек само по себе приветствие она бесполезно здравствуйте привет добро пожаловать если после него не стоит имя она практически не работает вернее даже работает в худшую сторону она съедает целую строчку письма поэтому если в вашей базе есть имена клиентов обязательно вместе с приветствием их указывать если имен нет то на вашем усмотрении можно в принципе пожертвовать приветствия второй момент сразу после приветствия по традиции нам кажется что нужно представиться здравствуйте дмитрий меня зовут иван я владелец магазина пушистик и я хочу предложить вам бла-бла-бла-бла-бла-бла зачем какая разница как вас зовут этому вашему покупать есть принципиальная разница иван вас зовут пётр феофан изольда нет поэтому чем раньше вы начнете говорить о клиенте тем лучше тем больше шансов что человек прочитает это письмо и поймет поэтому о себе все свои регалии достижения опыт и все 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 и стаж на рынке вы ставите в прощание в той самой подписи к письму до свидания с вами был иван затевахин директор интернет-магазина пушистик не наоборот потому что повторюсь это съедается письмо мы здесь стараемся все это человеческим стилем объяснить и описать и так первый блок после который идет после приветствия почему он получил это письмо в нем мы напоминаем историю взаимодействия с ним мы можем сказать во первых что пишу вам как моему постоянному клиенту либо пишу вам как нашему одному из самых уважаемых клиентов если у этого клиента есть какой-то определенный статус вашем магазине не знаю постоянный клиент vip клиент ценный клиента тоже об этом здорово упомянуть в тексте тем самым вы налаживаете доверие налаживаете отношения если он история покупок то здорово там указать здравствуйте здравствуйте дмитрий пишу вам как нашему самому ценному клиенту вы некоторое время назад покупали когтечистку для кота я решил что это предложение будет вам интересно и пошел переход причем заметьте здесь чем больше ваш стиль письма будет напоминать разговорный стиль тем лучше такое письмо будет убеждать лучше если вы знаете имя питомца вашего клиента но кличку кота будет супер если вы там его поменять укажете но и серии я подумал что для вашего барсика это предложение будет очень привлекательно если нет тогда для вас это предложение будет привлекательно чем больше таких личных характеристик вы укажете тем лучше поверьте имя человека имя питомца боже вы произнесете напишите два самых ценных слова в жизни клиента и здорово чтобы это уместилось у вас в два при три предложения но максимум 4 вот те самые четыре строчки следующий блок нашего письма следующие это зачем это клиент то есть важно объяснить но мы называем что мы предлагаем допустим в нашем случае это корпусе я решил предложить вам этот корм пушистик 20 и дальше нужно объяснить зачем либо мы через преимущество вы раскрываем этот корм признан самым полезным по версии журнала какого-то этот корм получил какую-то награду то есть упоминаем либо какое-то его конкурентное преимущество либо какую-то награду достижение что высоко высоко его оценили объяснять зачем корм нужен коту не надо низко не скатывайтесь в банальность если вместо корма будет какие-то аксессуары какие-то штуки какие-то гаджеты о которых лекарственные препараты допустим назначениях и выгодах которых клиент может не знать тогда это имеет смысл здесь указать с кормом нет а наоборот нужно одним двумя словами поднять его статус но тем самым а конкурентами преимуществ здесь у нас во втором абзаце так как мы описываем суть предложения объект продаж можно использовать 45 строчек но в них обязательно конкретику давайте предлагаю вам корм из натурального сырья из канады прямые поставки по самой выгодной оптимальной цене посмотрите его состав ну что-нибудь такое чтобы принял решение о вашем о вашем предложении дальше хорошо работает если вы укажете да что зачем это почему именно сейчас вы предлагаете но допустим что в этом корме определенные ингредиенты которые помогут избежать каких-нибудь жутких заболеваний которые страдают большинство котов или кошек там зрела возрасте либо что этот корм повышает иммунитета сейчас на носу осень зима весна все что угодно а значит защитите вашего питомца от грядущих заболеваний ну подумайте да проявите здесь ту самую заботу о клиенте вообще все письмо здорово чтобы оно было написано через вы подход вы подход это значит что вы пишете о клиенте с точки зрения клиента это нужно вам это выгодно вам это будет полезно вашего питомца вы сэкономить ваш питомец будет радовать вас энергией бодростью до меньше я я решила вам подать я продаю я предлагаю я а больше вы вы получаете вам лучшее вы сэкономите вы выиграете выручить и так далее это тоже залог того что письмо а прочитают и б окажет какое-то действие максимальное действие на человека следующий блок это ограничение после того как мы ну то есть третий абзац после того как мы назвали что мы предлагаем наш объект продаж расписали его преимущества можно если требуется дополнительная информация вы чувствуете клиентом для принятия решения тогда в описании можно добавить два абзаца не один абзац вот тому что предлагаете а два абзаца максимум три но это на грани от чего зависит сколько абзацев давать от того насколько дорогое ваше предложение чем дороже объект продаж тем больше информации нужно им сообщить и второй момент чем меньше о нем знает наш потенциальный клиент то есть корм 1 какая-нибудь ультразвуковая чистка для ушей это совсем другой гаджет которая может нанести вред до риск нанести здоровье стоит дорого какое-то непонятное поэтому здесь информация нужно больше и помните опять же через признак так вот вы описали то что вы предлагаете в одном максимум трех абзацах и дальше указываете на ограничение то есть почему вашему клиенту нужно поторопиться и нужно заказать как можно скорее ограничение это имеется ввиду чаще всего ограничение по времени что акция действует либо ограничение по количеству штук вы указываете что у нас всего на складе 3 упаковки потому что большему взять не могли не позволяют емкости склада и поэтому ну и тогда указываете что он может быстро закончиться либо ограниченный срок либо количество ограничено и об обозначаете объясняете почему клиенту нужно торопить но короткий срок что всего три дня потом цена повышается на 30 процентов на x тысяч рублей это уже будет достаточно мотиватор если намек что маленькое количество у вас на складе единиц нужно еще объяснить что она быстро раскупается но сами на самом деле там самый популярный товар по итогам прошлого месяца поэтому он раскупается быстро либо я сделал рассылку по всей базе наших клиентов а их у нас аж 538 тысяч и поэтому по своему прошлому опыту я отмечу что они раскупаются очень быстро до в течение одного-двух дней поэтому если вам интересно то имеет смысл поторопиться здесь очень важно так как мы указываем человеческий язык так как мы пишем человеческим языком то старайтесь меньше агрессии проявлять меньше жести покупайте прямо сейчас срочно прямо сейчас именно сейчас нет присмотритесь подумайте если если для вас это предложение играется но тогда имеет смысл приобрести то есть вот тот самый человеченка она подкупает особенно когда все вокруг таки хотят тебе что-то впарить нахлобучить скорее бери два а лучше три чтобы два раза не бег но то есть стиль человеческим описали но при этом на ограничение четко обозначен нежно объяснили встроили человеку информацию о том что наше предложение ограничено ему не смысл поторопиться хорошо работает отдельный такой прием есть делюсь такой сами фишечкой называется он дисконтная программа с эффектом затухания когда вы говорите допустим что с каждый новый день каждые сутки в 12 часов ночи либо в 6 часов утра мы повышаем цену на этот товар на x процентов либо у вас как у клиента есть потому что вы наши vip-клиент есть скидка 20 процентов но каждый день пока вы не пользуетесь таковы правила нашей скидочной программы скидка сокращается на 1 на 2 на 5 процентов таким образом здесь еще дополнительный стимул может быть это на ваше усмотрение вы можете его указать можете не указать полностью на ваше усмотрение просто после ограничения об этом можно напомнить либо не напоминать и только потом когда вы написали все это письмо у вас получится примерно 35 абзацев вы приступаете к заголовку когда уже четко все понятно подобран стиль есть ясность заголовок обратите внимание 68 слов не больше больше невозможно не будет строчка да в subject line в письме не не вмещает больше слов и ваш заголовок оборвется поэтому лучше 6 если повторюсь у вас есть имя клиента либо кличка питомца либо информация о прошлом заказе как-то там это обыграть неделю назад вы покупали что-нибудь либо подарок вашего барсик барсик оценит иван специально для вас от сердца отрываем а то есть одно слово и либо имя либо кличка либо прошла заказ и дальше схем написания заголовков огромное множество для для этого типа писем до продажи хорошо подходит либо письмо с проблемой письмо с вопрос либо письмо сразу с выгоды письмо с проблемой это вы готовы к эпидемии кошачьего гриппа либо чем вы будете кормить барсик завтра но если мы про корм это так в качестве примера если мы говорим пару выгоду сразу канадский корм для бодрых кошек со скидкой 30 процентов сразу суть чтобы человек понимал надо ему или нет есть это выгода для него значительно то конечно письмо откроет вот и тогда ваше письмо получится максимально эффективным максимально убедительным очень теплым душе давайте подведем итог и сейчас самое время будет вам написать письмо и так важно в вашем письме дать человеку ответ на свечи вопросы почему он получил это письмо потому что он ваш любимый клиент и вы заботитесь о нем предлагая ему данный корм данную когти чистку ухо чистку все что угодно зачем это ему раскрываете здесь выгоды этого товара корма чего угодно выгоды через связку к самое важное конкурентное преимущество и дополнительное преимущество либо где награды статусы звезды все что угодно чтобы статус поднять нашего предложения в глазах клиента чтобы у него не было ощущение что ему впаривают какую-то ненужную дешевку затем указываем на ограничение что либо срок акций по времени короткий либо количество единиц на складе ограничено и обязательно указываем причину то есть почему так мало почему срок короткий хорошо работает когда в этой причине вы не виноваты поставщик поставил только три упаковки либо время такое короткое потому что что-то этим ну по условия поставщика либо я уезжаю в отпуск либо мы у нас будет теперь и переучет на складе мне нужно как можно скорее избавиться до очистить склад то есть какая-то причина и здорово чтобы она была такая понятная рациональная это добавит доверие что не просто так вас сейчас парю на в два раза цены повысил на 30 процентов сделал скидку и вот я вам предлагать нет а именно через связку вот такой причины и потом только пишем заголовок 68 слов в котором либо вопрос проблема либо утверждение выгоды и все у нас получится попробуйте прямо сейчас напишите дайте вашему тексту отлежаться несколько часов а лучше ночь на следующее утро перечитайте его и отправьте по клиентам посмотрите на их реакцию спасибо что досмотрели до конца с вами был дмитрий код до новых встреч в эфире до новых встреч